МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На момент прибытия пожарных подразделений из квартиры шоу густой дым. Как вредные привычки приводят к беде? В очередном пожаре пострадал пожилой ангарчанин. Мы запускаем этот процесс, так вот его мы должны 50 на 50 сезоносировать. Это порядка 900 миллионов. Так будет ли школа? Клубную часть в знаменитом ангарском недострое готовят к сносу. Сегодня работают специалисты перинатального центра и оказывают услуги и консультации по вопросам женского здоровья, детского здоровья. Ценные советы ангарским родителям. Форум «Счастливая семья» объединил полсотни специалистов и в десятки раз больше семей. Мы начинаем работу в эфире в студии программы «Местное время» Елена Жерлова. Здравствуйте. Сразу два пожара произошло в минувшую субботу на территории города. В квартале «Л» горела квартира. В огне пострадал 70-летний пенсионер. По предварительной информации ангарчанин курил в постели. Пожилого человека доставили в БСМП с ожогами грудной клетки и предплечья. На момент прибытия пожарных подразделений из квартиры шоу густой дым. В результате пожара повреждены домашние вещи на площади 3 квадратных метра. Начальником караула из квартиры был спасен травмированный гражданин, мужчина 1946 года рождения. Еще одно возгорание случилось рано утром 19 ноября в ГСК «Сирена-2». Там вспыхнул гаражный бокс, переделанный под автомобильный магазин. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. 15 лет исполняется в этом году политической партией «Единая Россия». К своему юбилею «Единороссы» организовали декаду личных приемов граждан. Она стартовала с сегодняшнего дня и продлится до 1 декабря. В ангарском местном отделении приемы будут идти ежедневно, включая воскресенье 27 ноября. Я бы не хотел подводить итоги 15-летней работы нашей партии. Я скажу, что мы в начале пути, да, предыдущим поколениям, предыдущими нашими соратниками сделано много. Я не могу не сказать, что чего-то не сделано. Да, сделано много, но впереди еще больше планов, больше задач. И самое главное, у нас впереди выборы президента Российской Федерации. Мы должны достойно провести выборы. У нас очень много проблем с трудоустройством, с занятостью, с рабочими местами в городе Ангарске. Поэтому и всем этим должна заниматься не только приемные депутаты, но и приемные партии «Единой России». Принимать людей в местном отделении будут депутаты Окружной думы и Законодательного собрания Иркутской области. Записаться на консультацию может любой житель Ангарского округа по телефону 529273. Кроме того, прийти на прием можно и без предварительной договоренности, ознакомившись с графиком приема. Долгострою разморозят, к новым объектам приступят. В округе продолжается период больших строек. Летом завершена реконструкция Дома культуры лесник в Китое, а к концу года планируется открытие нового детского сада. Ведутся разговоры о том, чтобы наконец поставить точку в затянувшемся на 30 лет строительстве школы в 7-м А микрорайоне. О том, как Ангарск перестает быть городом заборов, в следующем репортаже. Забор красуется здесь, не за памятных времен и порядком, набил оскомину местным жителям. В декабре, обещают в администрации округа, проект после нескольких лет затишья будет разморожен. Подготовительная работа оплатят складчину. По 2 миллиона выделят область и муниципалитет. Увы, но федеральная казна вряд ли поучаствует софинансированием. Мы запускаем этот процесс, так вот его мы должны 50 на 50 сфинансировать. Это порядка 900 миллионов. Сегодня мы ведем с области и нас там слышат. Я тоже искренне признателен специалистам нашего правительства, руководителям в частности, которые понимают, что при таком соотношении наш бюджет вместо дорог начнет строить школу. Мы этого допустить не можем. Проект будущей школы уже прошелся согласование госэкспертизы. В службе муниципального хозяйства заверяют, что сносить этажи не планируют. Демонтируют только недостроенный блок Д, так называемый клубный блок. Все конструкции школы необходимо сейсмоусилять, ведь Ангарск уже восьмибальная территория. Те конструкции, которые уже существуют практически в готовом виде, их трогать не будем, а будем их сейсмоусилять. То есть это будут ставиться в районе фундаментов, будут ставиться сейсмоизоляторы, резинометаллический сейсмоизоляторы. А клубный блок, так называемый, блок Д, он недостроен. Смысл его усилять, то есть это первый вариант. И второй, что он выполнен в серии, так называемая серия Куб, которая производилась единственным производителем, это СПАО АУС, который сегодня, ну просто, да, индустрии нет. Словом, таких конструкций сейчас никто не выпускает, поэтому постройки блока Д будут сносить до самых розверков, то есть до верха фундамента, и строить заново. Аукцион состоится уже на этой неделе. В администрации хотят решить амбициозную задачу построить не просто школу, а дворец образования с двумя бассейнами, спортзалом, кабинетами для доп. образования. И на все про все отводят два года. Но пометуя о непростой судьбе этого здания, лучше все же трижды сплюнуть через плечо и постучать по дереву. А вот детский сад 32 микрорайоне недолго будет огорожен строительным забором. Открытие планируется уже к концу года. Учреждение примет 220 ребятишек от 3 до 6 лет. Ясельных групп здесь не будет. Сейчас ведется набор кадров. Часть воспитателей перейдет из других детских садов. Мы вместе с педагогическим колледжем разработали программу организации деятельности тех студентов, которые обучаются на четвертом курсе. Для того, чтобы они в свободное от учебы время могли организовать деятельность в этом детском саду с надеждой на то, что после окончания четвертого курса эти студенты останутся в данном образовательном учреждении. В 17 микрорайоне еще один огороженный участок земли. Очередной забор со стажем. Детский сад уже давно пребывает в полуготовом состоянии. Шанс дождаться его достройки появился в сентябре. Во время визита в Ангарск губернатор области обещал финансовую поддержку. Сможет ли регион потянуть два масштабных объекта в Ангарске – детский сад и школу в седьмом А? Вопрос, конечно, риторический, но надежда умирает последней. У нас есть АПСД для участия в программе. Мы заявку по данному детскому саду готовим. Но сразу понимаем, что планируем там не детский сад, а начальную школу, гимназии номер 8. Есть вероятность, что буквально через год еще один строительный забор появится в микрорайоне Китой. Давно ведутся разговоры о возведении здесь школы. Все будет зависеть от того, попадет ли этот проект в федеральную программу «Большая перемена». В планах у администрации на следующий год строительство хоккейного корта в Мигете. А вот в Саватеевке ребятня пробует лед на новом корте уже в эту пятницу. Елена Мильвитт, Антон Бархатов, Владимир Селиванов. Местное время. Депутат Думы ОГО Сергей Шарков при финансовой поддержке благотворительного фонда Красноштанова организует для активных собственников жилья бесплатные занятия на тему «Школа грамотного потребителя» в сфере ЖКХ. Лекции и семинары проводят квалифицированные преподаватели. Начало занятий 25 ноября в ДК «Нефтехимик». Запись по телефону 6303-83. Почти 50 участников и более 500 посетителей. Столько ангарчан объединил первый муниципальный форум «Счастливая семья», который прошел в минувшее воскресенье во Дворце культуры «Нефтехимик». Что приготовили организаторы ангарским папам и мамам? Узнаем в сюжете далее. Все необходимое в одном месте. Так в двух словах можно описать муниципальный форум «Счастливая семья» организованный администрацией города при поддержке клуба «Сибирячка-мама». Двери Дворца культуры «Нефтехимик» не закрывались весь воскресный день, ведь поток желающих не иссякал до окончания мероприятия. Нам дали вообще от садика, сказали, что будет проходить форум «Счастливая семья». Дали пригласительные, сказали, что сегодня будет. Мы пошли с ребенком, потому что я считаю, что это очень интересное и важное мероприятие. Мы посетили психолога, мы посетили гемоапатолога. Специалисты КУМИ, МФЦ, соцзащиты пенсионного фонда, Центра занятости населения. И это далеко не полный список участников муниципального форума. В день проведения мероприятия в одном месте можно было получить консультации врачей-неанатологов, педиатров, логопедов-дефектологов и других специалистов. Сегодня работают специалисты перинатального центра и оказывают услуги и консультации по вопросам женского здоровья, детского здоровья. Сегодня работает медицинский психолог детский в нашей психиатрической больнице. Кроме этого, большое количество различных мастер-классов. Большое количество посетителей собрали бесплатные консультации имиджмейкеров, парикмахеров и стилистов. Не выходя из здания Дворца культуры, можно было научиться стильно одеваться, наносить макияж, освоить при мудрости утренние укладки на скорую руку для взрослых и совсем маленьких ребятишек. Тут же на месте можно было получить ценные советы по уходу за волосами. На самом деле подбирается шампунь по типу кожи головы. И, как правило, летом и зимой эти шампуни меняются, потому что зимой у нас отопление, кожа головы сохнет. Летом, наоборот, зимой нам на самом деле нужно питание и увлажнение гораздо больше, чем летом, несмотря на то, что летом солнце. Весь день в фойе Дворца культуры работали аниматоры, которые развлекали пришедшую с родителями детвору. Там же на специальном стенде можно было описать свое понимание счастливой семьи и признаться в любви близким и дорогим людям. Наталья Зарубина, Антон Бархатов, Местное время. Итоги первого муниципального фестиваля любительских фильмов «Бегущая по волна» подвели накануне во Дворце культуры «Энергетик». Конкурс был посвящен закрытию Кодекино. На суд жюри и избалованного зрителя авторы представили 14 киноработ из шести российских городов. Как определяли победителя, расскажет моя коллега Яна Попова. Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Красноярский край, Кемерово и Ангарск. Вот такой широкой стала география, казалось бы, муниципального конкурса. В жюри профессиональные документалисты, журналисты, представители отдела по культуре, звукорежиссеры. Всех объединяет любовь к киноискусству. Целых 11 работ на зрительский суд представила школьная телестудия «Мост» из 8-й гимназии. Юные режиссеры и собрали самое большое количество наград. Мне очень греет душу фильм «Человек-один» Владислава Удинцева. Этот человек, он уже выпустился, но его мысли, этот сценарий, эта постановка, это просто очаровывает. Он о подростковой жизни, о том, что из-за незначительных проблем ребенок может дойти до самоубийства, и как это избежать, и что будет, если, допустим, ему предоставится второй шанс. Фильмы судили по нескольким номинациям, стараясь оценить вклад каждого участника, будь то актер, оператор или сценарист. Особой награду удостоили журналисты Евгения Константинова за серию документальных фильмов «Ангарские хроники». Автор ушел из жизни в марте этого года. Статуэтку «Бегущая по волнам» получила его супруга. Хотелось бы, чтобы продолжение этих фильмов следовало. Надеюсь, ребята помогут с телекомпанией. Спасибо. Самый эмоциональный прием в любом ролике, помимо видеоряда, это звуковое сопровождение. Лучшим в этой номинации стал ангарчанин Иван Кешиков. На самом деле, музыкальное оформление там, естественно, не мое, это мировые композиторы. Просто идея фильма была, вы сами понимаете, про моего деда, ветерана войны. И он, как ветеран войны, всегда говорил, что они воевали не с немцами, как с нацией, а с фашизмом, как с болезнью. И поэтому в оформлении фильма я использовал музыку именно немецких композиторов Бетховена и современного композитора Ганса Симмерман. Почти полный рабочий день понадобился членам жюри для просмотра всех киноработ. И хотя ангарчане взяли количество материала, пальма первенства досталась кемеровчанину Юрию Солодову за фильм «Большой». В пользу служебным положением я хочу сказать, что эта компания с удовольствием предоставит свой эфир для демонстрации лучших фестивальных работ. Здорово! Аплодисменты, друзья! Вот это настоящий подарок! Без красных дорожек и в руках с местным «Оскаром» – это только первые пробы пера начинающих монтажеров, операторов, актеров и режиссеров. Судя по тому, насколько быстро учатся школьные телестудии и детские киношколы, соперничество в следующем году должно стать еще серьезнее. Яна Попова, Антон Бархатов. Местное время. Спешите делать добрые дела. В минувшие выходные свой первый благотворительный концерт провел Фонд помощи онкобольным «Близко к сердцу». Какую поддержку получили общественники, узнаем прямо сейчас. В первом благотворительном концерте Фонда «Близко к сердцу» приняли участие танцевальные ансамбли «Веснушки», «Данцер», школа мюзикла «Ритмы», вокальная группа «Лора» и другие известные и совсем молодые коллективы. Ангарский дворец творчества, на базе которого и проходило мероприятие, также организовал яркую концертную программу. Инициатором выступил как раз дворец творчества. И я, правда, я им очень благодарна, потому что мы бы не рискнули бы еще долго на организацию мероприятия концерта. Вот, сами предложили, сами предоставили участников помещение, обеспечили помощниками, скажем так, мастер-классы. Ну, в общем, я очень благодарна им. Первый блин оказался совсем даже не комом и пришелся по вкусу многочисленным зрителям, сидящим в зале. Ведь, покупая билеты, все эти люди понимали, что посещение концерта – не праздное мероприятие выходного дня, а реальная помощь онкологическим больным. Абсолютно бескорыстно вызвался провести это мероприятие известный ведущий Анатолий Кюрс. А постоянный участник благотворительных акций коллектив «Серебряный фокстрот» и в этот раз подготовил несколько разноплановых номеров. И ребятам мы рассказали о том, что такое хоспис. Многие не знают, в принципе, что это такое. То есть, мы не просто вот танцуем. Здесь проведена такая очень предварительная работа. И все родители, огромная благодарность, очень сильно откликнулись на просьбу помочь. Потому что все мы знаем, что, к сожалению, к огромному сейчас это большая проблема, проблема заболеваемости раком в нашем городе. И мы, конечно, надеемся, что никого из нас это не коснется. Но если вдруг, то хотя бы знать, что есть люди, которые как-то об этом думают. И мы с удовольствием идем, конечно, с ними на контакты, на какую-то помощь. Всего за один день в ходе концерта от продажи билетов было собрано более 100 тысяч рублей. Некоторые гости праздника пожелали внести дополнительные деньги на приобретение средств ухода за тяжело больными людьми. Окончательные результаты благотворительной акции подведут во вторник. Однако для тех, кто готов присоединиться к благому делу, двери фонда открыты всегда. Наталья Зарубина, Антон Бархатов. Местное время. Хоккейная команда «Ермак» установила новый клубный рекорд, победив во всех четырех играх домашней серии. В этот уикенд оранжевая дружина одолела на своем льду двух соперников с берегов Волги. Ариаду и хоккейный клуб «Саров». Победив их, соответственно, 2-0 и 1-0. Подробности у Романа Караваева. Пусть не вводят в заблуждение болельщиков победы с минимальным футбольным счетом. «Ермак» оказался сейчас в такой жизненной ситуации оси координат, где ему требуется перезагрузка и любая шайба на вес золота. Чем сейчас и занимается новый наставник команды Игорь Жилинский. В матче с коллективом из Марийского Волска ангарчане приложили много сил, но шайба, словно заколдованная, ворота никак не шла. И лишь в середине второго периода, когда хозяева льда находились в меньшинстве, Артус Озовнич воспользовался опрометчивостью хоккеистов Ариады, сумел убежать в отрыв и пробить Голованова. А за секунду до сирены его напарник по звену Семен Иванов реализовал большинство в молниеносной флэш-атаке. Благодарен ребятам, конечно, за самодачу, за настрой, но не хотел их обижать, но не хватает нам некоторым мастерства, некоторым и мастерства, и опыта. Все остальное ребята делали, выполняли, но умудрились пропустить шайбу в большинстве и в меньшинстве. Сейчас плотность таблицы очень высокая, все бьются за очки, каждое очко для каждой команды, мне кажется, на вес золота, поэтому все будут сражаться. Воскресным соперником Сибиряков стал хоккейный клуб «Саров», который всегда был крепким орешком для ангарчан. Даже разница побед и поражений у противников одинаковая. Борьба нервов продолжалась до 41-й минуты, когда бросок Степана Филонова каким-то чудом нашел щель между голкипером Тихомировым и ближней стойкой ворот. Эта шайба стала единственной и победной. Игра, она сегодня шла до гола. Вот и повезло сопернику, значит, забили гол. Перед этим в воду шайба остановилась в воде. Нет, это было предупреждение. Следующий момент не доработали, получили. А потом героически пытались забить, затолкать, никак, там, а горилов, конечно. Поздравляем Ирмак с новым клубным достижением. Четыре победы на домашнем льду. Мы предполагали, что игра будет носить такой характер, да, что соперник где-то будет в позиционной атаке много играть. Поэтому мы старались сильно, как в тех играх, не раскрываться, а больше обратить внимание обороне. С 24 ноября начинается второй круг чемпионата высшей хоккейной лиги. И в поездке Ирмаку будут противостоять нынешние соперники Саров, Ариада, Нефтяник и Барс. Роман Караваев, специально для информационной программы «Местное время». 22 ноября в 20 часов смотрите в эфире телеканала «Актиз» актуальное интервью с депутатом Государственной Думы Алексеем Красноштановым. Как формируется и на что тратится федеральный бюджет? И почему регионы недополучают финансирование? Откровенные и честные ответы в программе «Актуальное интервью». Бюджет – это нечто такое, что всегда почему-то делится несправедливо. Ну, я бы сказал следующее. Наши россияне правильно делают, что верят, что бюджет делится несправедливо. У нас в федерации ведь что декларирует? Что надо дать больше самостоятельности регионам. А сами принимают такие законопроекты, вносят, чтобы ограничить финансовое обеспечение наших регионов. Таким был этот день. Далее расскажем о погоде и карте звездного неба. Всего вам доброго и удачи в делах!